Тот, кого нельзя называть, сказал однажды самокритик, должна быть одной из серьезнейших сил, двигающих вперед в наше развитие. Это цитата, настоящее проклятие, если бы не она, я бы наверное уже закончил данный трек с первого захода. Но это уже пятый заход, и постоянно мне что-то не нравится, то мне не нравятся интонации, то мне не нравится звук, то мне не нравится начитка. Короче, это пятый раз, и он будет последним, каким бы он ни был. В Китае есть венчурный инвестор Кайфули, Кайфу Ли. Я проверил, в Википедии он действительно существует, тайваньский инвестор, занимается инвестициями в нейронки, в программное обеспечение. Кайфуля переживает, что в этом году мы столкнемся с невозможностью отличить правду от лжи, потеряем возможность понимать, действуем ли мы осознанно, или же стали жертвой маркетингового трюка. Это станет проблемой как для индивидов, так и для целых корпораций. Нейронкам можно скармливать персональные данные пользователя, и заставлять их генерировать контент, который будет обходить внутреннего критика, внутренние фильтры человека. Как по мне, проблемы существуют уже давно, и нейронки не сильно что-то изменят. Мы уже знаем рецепт, как с этим бороться. Просто не верить, да? Просто не верить, не слушать новости. Я, например, так и делаю, в большинстве случаев. Все новости по умолчанию я воспринимаю как фейк. Вряд ли нейронки что-то изменят, но, видимо, Кайфуля так пытается продвинуть какой-нибудь собственный проект. Ну ладно. Но вообще сложно с ним не согласиться, проблема реально существует. Я видел, как люди собственной бездеятельностью создавали условия для творящегося сегодня инфотерора, а когда террор начался, они оказались неготовы и удивлены. В отчете RAND Corporation, Overextending and Unbalancing Russia, Assessing the Impact of Cost-Imposting Options, говорится следующее. Любое общество, подвергающееся цифровым трансформациям, сталкивается с опасностью фрагментации и деградацией интеллектуальных способностей. Сталкивается с зависимостью от манипуляций. На конференциях этих организаций можно услышать о том обсуждение о преимуществах когнитивной войны перед войнами кинетическими и ядерными. Ну и, в принципе, это имеет смысл деградировать какие-то верствы населения, которые могут взбунтоваться, устроить митинги, госперевороты. Но данное оружие является буюдоострым и может нанести вред также и тому, кто его использует. Мы видим в СМИ, как поджигаются священные писания, как поджигаются флаги. Происходит политическая и религиозная радикализация обществ. От всего этого возникает ощущение, что мы сидим на пороховой бочке и ждем, пока у кого-нибудь потечет крыша и он ее взорвет к херам. Дипломаты призывают к войне и называют это единственным способом установить мир. Как по мне, таких дипломатов нужно увольнять к херам и ставить на их место военных. Депутаты призывают продолжать воевать, а сами прячут своих родных и близких подальше от горячих точек. Что, как по мне, тоже нечестно. Либо все воюют, либо никто. Иначе это, ребята, не война. Не надо мне тут лапшу на уши вешать. Шорты на ютубе с 20 секунд сократились до 10. Тут я должен признать, есть частично и моя вина в этом. Каждый новостной пост пестрит разводами на эмоции. Боты шастают по чатам и поджигают активные меньшинства, а те начинают биться в истерике и заражают этой истерикой окружающих. А политичные люди выходят на митинги и получают дубинками, а потом не могут внятно объяснить, какого черта они туда поперлись. Мы создавали кровожадные мемы по приколу, чтобы через год обнаружить, что мем перестал быть приколом и вокруг него сформировался целый культ из вурдалаков и упырей. Начиная с маленьких камушков дезинформации, ради лайков и просмотров мы обрушивали лавины лжи и мифов. На сегодняшний день бинарную инфу можно подделывать. Людей можно обманывать, компрометировать, запугивать, подкупать. Складывается впечатление, что единственным безопасным местом остается наш собственный разум, то есть шестой домен, если выражаться в натовских терминах из области когнитивной войны. Вот только есть одна проблемка. Наши собственные проверки и эксперименты заслуживают доверия только до той поры, пока наш собственный разум не начнет врать и искажать информацию под воздействием стресса, лекарств, социоделиков, переработок. Сегодня уже недостаточно просто закрыть окошко или удалиться из группы. Теперь приходится затыкать рты окружающим или уши себе. Но даже так остается проблема со своими собственными мыслями и внутренним монологом. Когда ты подвергаешься информационному заражению, у тебя в голове появляются мысли, которые регулярно прокручиваются на повторе, как заевшая пластинка. В медиа сегодня не хватает конструктива, а когда в твоем инфопузыре все сигналы одинаковые, у тебя может запросто сложиться впечатление, будто бы весь мир такой, будто бы весь мир сошел с ума, а не только твой инфопузырь. Уже сегодня понятно, что специалистов по кукухам на всех не хватит, а значит люди начнут искать помощи у экзорцистов, шаманов, уличных фармацевтов, нейронок и клоунов. Те, у кого хватит силы свободного времени, возможно смогут разобраться самостоятельно. А вот, что же делать тем, у кого нет денег или сил, времени на самовывоз, на приведение в порядок своей коляски, как им затормозить уезжающую кукуху и вслед за ней падающую продуктивность? На мой взгляд, чтобы взять этих демонов под контроль, нужно их понять, описать, узнать имена и определения. Итак, часть первая. Вход и когнитивные войны. Я начну с демонов. Цитируя Вики. Термин «бинарный демон» был придуман программистами проекта Массачусетского технологического института. Он отсылает к демону Максвелла. Демон является персонажем греческой мифологии. Он выполняет задачи, за которые не хотят браться боги. Как утверждается в справочнике системного администратора Юникс, в Древней Греции понятие «личный демон» было отчасти сопоставимо с современным понятием «ангел-хранитель». Иногда слово «демон» интерпретируют как акроним «Disk and Execution Monitor». Мамический демон – это аналог бинарного демона, но в отличие от последнего, мамический демон хостится не в железе, а в нейронах черепной коробки. Определение мамического демона я не нашел, посему спросил у нейронки, и вот что оно мне ответило. Мамический демон – это архетипический персонаж, используемый в психологии и культурологии, в качестве метафоры для описания импульса, который существует в подсознании людей и управляет их поведением. Он представляет собой хранителя мемов, передаваемых из поколения в поколение, и пытается использовать их для предсказания будущих событий и направлений действий. Он также представляет собой инструмент для исследования поведения людей и понимания, как они мыслят и чувствуют. Альтернативное определение Мамический демон – это сущность, которая скрывается в сознании человека. Это ассоциативный демон, который используется для соединения и преобразования различных идей, перевода их в новое понимание. Он может использоваться для ускорения и оптимизации процессов мышления, что может приходиться в процессе учебы, исследованиях и разработки идей. Возможно, было бы корректнее называть демона сценарным аппаратом, но я не чувствую себя достаточно компетентным для таких выводов. Возможно, демонов, о деятельности которых мы сейчас будем говорить, красивее было бы называть големами. Но демоны мне ближе. В предыдущем году из натовских методичек я узнал о таком определении, как когнитив warfare. У нас это перевели как когнитивная война. Мне не нравится данный перевод, но другого нету пока что, поэтому буду использовать его. В отчетах НАТО и РЕНД когнитивная война – это информационная война, информационные атаки, а также война идей и смыслов. Одно из ключевых направлений когнитивной войны – это внедрение новых образовательных стандартов и технологий. Тут забавно, мне, когда я об этом думаю, вспоминается Болонская система, то, как ее у нас внедряли, и то, каким результатом это привело. Ссылки на отчеты НАТО и РЕНД будут в описании. На сайте The International Chronicles в статье от 7 декабря 2022 года есть термин «сформизм». Заголовок статьи в моем переводе звучит так – «Твиттер, сформизм и постдемократический цифровой коллективный разум». Ссылка на статью будет в описании. Цитата. Сформизм – это своего рода постдемократическая демократия, мутировавшая форма либерального процедурализма, характеризующаяся коллективным принятием решений, в котором никто никогда не несет индивидуальной ответственности. Вместо этого решения, насколько это возможно, передаются якобы нейтральным процедурам или даже машинам. Когда чиновники, которых вы не можете исключить из своей политической экосистемы, говорят о нашей демократии, они говорят о роевом сообществе. Твиттер до недавнего времени был ключевым вектором элитного роя. Для роевиков правление конкретного человека по определению является морально неправильным. Они предпочитают власть коллектива и комитетов. Но не питайте иллюзий по этому поводу. Ваш разум, мнение и эмоции – это поле битвы, за которые ведется сражение. Ваши единственные варианты – это учиться и усердно работать над разоблачением лжи, либо просто уступить вашу автономию и суверенитет. В когнитивной войне цель консенсуса человеческого роя состоит в том, чтобы использовать коллективные знания и мнения группы людей для создания единого мнения или решения. Одним из способов добиться этого в Твиттер является использование ботов, которые представляют собой автоматизированные учетные записи, которые можно использовать для поиска твитов, связанных с определенной темой и ответа на них. Эти боты могут быть запрограммированы на распознавание определенных ключевых слов или тем, а также реагировать на них, принимая участие в разговорах. Кроме того, боты могут использоваться для отслеживания настроений в разговоре, позволяя им обнаруживать любые изменения во мнениях или консенсусе, которые могут происходить внутри роя. С помощью ботов и других автоматизированных инструментов можно достичь консенсуса среди группы людей, чтобы влиять на разговоры и мнения тех, кто в них участвует. Итак, следующая идея – это роевой консенсус. В статье говорится о том, что старая классовая система из низших, средних и высших классов отходит в прошлое, и ей на смену приходит система из виртуалов и оффлайнеров, то есть разделение по людям, которые работают в онлайне и людям, которые работают в оффлайне. Люди, работающие в онлайне – журналисты, программисты, ученые, работники информационных технологий, люди, работающие в рекламе и финансах – Этих людей выносят в касту виртуалов. В нашем обществе есть класс людей, у которых нет сил, времени, а иногда и желания разобраться в том, что происходит в мире за пределами их локальной реальности. Выше этих рабочих каст находятся машины, в настоящее время вычислительные машины, демоны, нейронные сети, устройства наблюдения за состоянием и инфраструктурой, робототехники. Вскоре появятся гибриды человека и машины, о которых так часто говорят Клаус Шваб и Юваль Ной Харри. А над людьми рабочими и машинами живут сверхправители, крошечная часть населения мира, которые находятся на пути к созданию мира, в котором вы ничем не будете владеть и будете счастливы, в то время как они владеют всем. Ларри Финк, Билл Гейс, Джефф Безос, Илон Маск являются яркими представителями последних. Цитата. Консенсус Роя в первую очередь действует на уровне виртуальной касты, поскольку физическая каста в настоящее время фрагментирована и дезорганизована. У виртуалов есть свои рычаги в социальных сетях и поддержка как правителей Силиконовой долины, так и корпоративных СМИ. Центральная характеристика касты виртуалов следующая. В их мире реальность и мораль субъективны, зависят от контекста, цель оправдывает средства. Для истинно верующих виртуалов надежды, веру, убеждения допустимо менять в соответствии с текущими задачами. Ты можешь не хотеть расстаться со своей верой, но это проблемы тебя сегодняшнего, а для будущего тебя твоя сегодняшняя вера покажется рудиментом, и ты будешь рад, что избавился от этого. Альтернатива – познать ярость недовольных роевиков. В общем, с появлением новых механизмов по обработке информации появились новые роли для индивидов и для институтов. Возвращаясь к теме войны. НАТО выделяет 6 областей, сфер, уровней или доменов для ведения войны. Это земля, воздух, вода, космос, киберпространство и человеческий разум. Шестой домен – это как раз таки человеческий разум. Он имеет три полушария, два в костяной клетке, одно в электронных кремниевых устройствах. В контексте когнитивной войны третья полушария – это наши устройства и облака, где мы храним данные. Устройства, на которых мы обрабатываем данные, чтобы экономить процессорное время наших первых двух полушарий. А сейчас чуть более предметно. Я процитирую признаки и свойства когнитивного удара, которые отобрала группа анализа информации и трендов. Первое – это эмоциональная реакция. Гнев, возмущение, справедливость, ликование, отчаяние, страх, тревога, зрадо-перемога. Второе – это виральность. У вас должно возникать желание поделиться источником когнитивного удара. Однажды я видел, как цирковая обезьянка получила леща от дрессировщика, а вернувшись в клетку, она дала леща соседу. И так их стало двое, эмоционально ушатанных и готовых ко внушению. Третье – это цель. Эффект, вызываемый когнитивным ударом, должен обеспечивать достижение тактических целей атакующего. Ну и еще два свойства, которые в принципе не обязательны. Первое – это навешивание ярлыков. Второе – это поляризация. Навешивание ярлыков – это применение эпитетов и определений с целью создать устойчивую эмоциональную окрашенную ассоциацию и изменить отношение к объекту. Поляризация – это расписывание игрового сценария, продажа ролей, красные и белые, орки и эльфы и так далее. Часть вторая. Плато и транзактный анализ. Методы информационной войны воздействуют на индивидов, подобно психотерапии. Поэтому важно рассмотреть некоторые теоретические базис транзактного психоанализа. В условиях когнитивной войны важным моментом является способность замечать, как тебя меняет. Замечать изменения в собственной психике. Для этого я вспоминаю, как я устроен через призму транзактного анализа. Вспоминаю свои игры и сценарии, которых придерживаюсь, футболки, которые ношу. Обращаю внимание на то, в каком эго-состоянии я нахожусь и пытаюсь переключиться на то эго-состояние, которое было бы более продуктивным в текущей ситуации. Подобный навык должен быть доведен до автоматизма и срабатывать на рефлексах. Ибо не всегда у меня бывает возможность сесть, подумать и проанализировать ситуацию. Итак, давайте разберем все это по порядку. Эго-состояние – это паттерны поведения. Существует состояние взрослого, родителя и ребенка. В определенных условиях человек переключается между ними или может быть насильно переключен. Эти состояния определяются по голосу, мимике, интонации, кинестетике и характерным фразам. Для лучшего понимания механизма переключения стоит разобраться с тем, что такое структурный анализ транзакций. Теоретический базис структурного анализа может быть выражен в следующих постулатах. Первое. Каждый взрослый когда-то был ребенком. Каждый индивид с нормально функционирующей корой головного мозга обладает потенциальной способностью к адекватному восприятию реальности. Третье. У каждого взрослого индивида были родители, либо те, кто их заменял. А вот как выглядят общие гипотезы структурного анализа транзакций. Первое. Состояние сознания и паттерны поведения, существовавшие у индивидов в детстве, сохраняются во взрослой жизни в виде полноценных эго-состояний, которые являются археопсихическими останками. Второе. Исследование реальности – это функция особого эго-состояния, а не просто отдельная способность. Это неопсихическое функционирование. Третье. Эго-состояние, находящееся за пределами личности индивида, может перехватывать контроль над его деятельностью. Это экстеропсихическое функционирование. Итак, транзакции между людьми. Они происходят по схеме стимул-реакция. Приведу пример. Мисс Красная говорит, я сказала мужу, что больше не буду выполнять супружеский долг. Мисс Зеленая отвечает, зачем ты это сделала? Красная в ответ плачет и просит, не критикуйте меня. Признание Красной – это транзактный стимул. Вопрос Зеленой – это транзактная реакция. Вместе – это прямая транзакция между двумя взрослыми состояниями. Тут конструктивный разговор может продолжаться. Дальше вопрос Зеленой становится новым транзактным стимулом от взрослого к взрослому. Но для Красной это оказывается триггером, переключающим ее в архаичное эго-состояние ребенка. И этот ребенок плачет и просит не критиковать его. Вместе – это уже пересекающаяся транзакция от ребенка к родителю. Разговор прерывается или завершается. Из него выпал взрослый, с которым разговор велся. Требуется начинать разговор сначала. Транзакции, соединяясь в серии, формируют игры. Игра в транзактном анализе – это серия из четырех транзакций, таких как крючок, переключение, замешательство, выигрыш. В процессе игры индивид опирается на сценарий. Сценарий, помимо прочего, строится на самоинтерпретации. Например, один из способов самопрезентации – это футболка с надписью. Она из себя представляет одну-две короткие фразы, по которым можно сделать выводы о том, чем человек любит заниматься, о любимых играх, чувствах, занятиях, о его представлении о мире и так далее. Обычно футболка создается в последние годы школы или в первые годы универа. В дальнейшей жизни она украшается, возможно, меняется формулировка надписи, но смысловое ядро всегда сохраняется. Настоящие футболки дают представление о социальной ячейке, к которой принадлежит обладатель, помогают понять мировоззрение и истоки поведения в определенных ситуациях. Они, однако, не дают информацию о том, каким способом человек ведет игру с близкими и какого результата от этого ожидает. Дальше цитата из книги Эрика Бёрна. «Футболки часто демонстрируют коллективную установку и общие игры, но каждый человек при этом реализует собственный сценарий со своими индивидуальным выигрышем. Транзакционная или сценарная футболка – это установка, сколь явно проявляющаяся в психологическом облике человека. Как будто он носит настоящую футболку с напечатанным на груди сценарным лозунгом». Вот некоторые распространенные сценарные футболки. «Не тронь меня. Я алкоголик и горжусь этим. Смотрите, как я трудолюбив. Разойдись. Как я хрупка. Хочешь закурить?» Есть футболки с лозунгом спереди и частным сообщением на спине. Например, на груди у женщины может быть лозунг «Я ищу мужа». А когда она повернется спиной, то там ясно читается «Но вы мне не подходите». У человека может быть как бы на лбу написано «Я алкоголик и горжусь этим», а со спины читается. «Ну а я знаю, что это болезнь». Некоторые транссексуалы носят особенно цветистые футболки, на которых впереди стоит надпись «Разве я не очарователен?» А на спине, может быть, хватит? Встречаются футболки, демонстрирующие клубный образ жизни их обладателей, которых объединяет игра в «Никто не знает, сколько бед я пережил». Обычно это бывает братство с разветвленной сетью отделений. Одно из таких отделений – это клуб меланхоликов. Фантазируя, можно представить его в виде деревянного барака, скудно обставленного старой мебелью. Стены пусты. Лишь на одной из них помещенный в рамку девиз «Почему бы не покончить с самоубийством?» Для члена такого клуба важен не сам факт множества бед, а то, что о них никто не знает. Он в этом уверен, ибо в противном случае он не сможет сказать «Никто не знает». Футболка обычно шьется из любимого афоризма родителей. Например, «Никто на свете не будет любить тебя так, как отец и мать». Футболка с таким отчужденно безнадежным лозунгом выполняет как бы разделительную функцию, отделяя ее обладателя от окружающих. Возникает соответствующий стиль разговоров. Например, «Подумайте, какой ужас!» И игр в стиле «Никто не любит меня, так как мать и отец». Конец цитаты. В качестве подведения итогов к вышесказанному я приведу сценарий, с которым знаком на собственном опыте. Далее цитата из книг Берна. Сценарий «Никому нельзя верить». Встречаются люди, четко демонстрирующие, что они никому не верят. Они постоянно говорят на эту тему, но их действительное поведение словам не соответствует, ибо на деле они постоянно верят людям, и это не всегда для них хорошо кончается. Транзактный аналитик ищет ловушку или парадокс. И бывает скорее рад, чем удивлен, когда его усилия вознаграждаются. И он находит то, что ищет в футболке. Это дает ему преимущество при оказании помощи пациенту. С другой стороны, психоаналитик детально и глубоко исследует надпись на груди, но забывает взглянуть на спину, где запечатлен игровой девиз или частное сообщение. В крайнем случае, он добирается до спины, затратив много времени и усилий. А вот игровой аналитик с самого начала знает, что и где искать. Футболку с надписью «Никому нельзя верить» не следует воспринимать так, будто ее обладатель всячески избегает деловых и прочих контактов с другими людьми, поскольку им не доверяет. Совсем наоборот. Чаще всего он стремится к контактам, чтобы доказать справедливость своего лозунга и прочнее обосновать свою позицию, которая выглядит следующим образом. Со мной все в порядке, с ними не все в порядке. Поэтому такой человек обычно выискивает недобросовестных людей, заключая с ними двусмысленные сделки, а потом, когда дело проваливается, радостно сгребает коричневые купоны, которые служат подтверждением его позиции. Никому нельзя верить. В крайнем случае, он может добиться права на самоубийство. Оно в подобных ситуациях выглядит оправданным, ведь его столько раз предавали люди, сознательно отобранные им самим по признаку их недобросовестности. Альтернативное развитие сценария возможно, когда игрок набирает достаточное количество коричневых купонов для крупного выигрыша. Такой игрок избирает жертвой человека, с которым никогда лично не сталкивался, например, общественного деятеля, стреляя в которого он пополнит список политических убийц. Другие игроки в сценарии «Никому нельзя верить» хватаются за такое событие, чтобы доказать, что властям или полиции, которые арестовали убийцу, нельзя доверять. Полиция, конечно, сама относится к никому не доверяющим. Не верить им предписано по службе. Так начинаются турниры, где любители-полупрофессионалы встречаются с профессиональными игроками. Итак, какую же информацию можно узнать о человеке, если ты видишь, что он использует футболку, никому нельзя верить. Как пример, предварительно от него можно ожидать следующих паттернов. Его любимая тема – схемы и способы обмана. Любимый способ игры – доказать недобросовестность других людей. Излюбленное чувство. Чувство триумфа. Например, от игры в сценарий «Ну что, попался негодяй?» Главным героем данного сценария является человек, сумевший доказать, что властям нельзя доверять. С одной стороны, он вежливый, доброжелательный, справедливый и даже наивный человек. Но с другой – никому не доверяющий интриган. Примером может быть квартирная хозяйка, которая всем рассказывает о том, что никому нельзя доверять, и в то же самое время по вечерам шарится в тумбочках и столах своих квартирантов, а потом рассказывает, какой ужас она там нашла. В своем воображении только он является праведником и может совершать любые сомнительные вещи, чтобы разоблачать недобросовестность окружающих. Такой человек будет пытаться доказать, что он сам является исключением из правила. Если консультант взглянет на спину футболки этого человека, то увидит девиз удаляющегося победителя. Гласящий «Теперь-то ты со мной согласен». Если же психотерапевт осторожен, то он все равно не должен форсировать события, иначе пациент скажет «Видите, даже вам я не могу верить». И надпись на спине останется достоверной, то есть пациент будет в выигрыше. Конец вольного цитирования. Здесь мы уже можем заметить наличие драматических поворотов в сценариях. Жизненная борьба – это движение по периметру драматического треугольника в согласии с требованиями сценария. Вершины треугольника занимаются жертвой, спасителем и преследователем. Например, преступник преследует свою жертву, жертва подает в суд и становится истцом, то есть преследователем, а преступник – жертвой. Если его ловят, то в роли преследователя выступает полиция, затем он нанимает профессионального спасителя, адвоката, который защищает его от полисменов. Волшебные сказки, если их рассматривать как драму, обнаруживают те же черты. Так, например, красная шапочка – жертва волка, преследовавшего его до тех пор, пока не появился спаситель-охотник, после чего она сама становится преследователем. Второстепенные роли – это простак и посредник. Посредник является источником инструментов для переключения ролей. Зачастую он полностью осознает свою роль. Это может быть продавец спиртного, наркотиков, оружия и так далее. Простак, в свою очередь, используется либо для ускорения переключения, либо для его предотвращения. Примером пассивного простака является бабушка красной шапочки. «Сказкой моего детства была русалочка. Я повзрослел, но все еще люблю заключать сделки со всякими урсулами». В когнитивной войне демон играет важную роль. Хорошим примером влияния вредоносного демона есть сценарий «Маленький фашист». Далее, вольная цитата из книг Эрика Берна. «У многих людей в голове сидит свой маленький мучитель, гнестящийся в глубочайших пластах сознания. У цивилизованных народов он обычно скрыт под слоем социальных идей и навыков. Но когда имеются соответствующие предписания и разрешения, он как бы вылезает наружу, во всей своей красе. В менее цивилизованной среде его могут холить или леять, вполне открыто, время от времени предоставляя ему возможность самовыражения. Но в обоих случаях это активная движущая сила. В первом случае она действует подсознательно и иногда безотчетно. Во втором является грубо, зримо, в полном осознании собственной природы. Тот, кто не осознает ее воздействия на собственную жизнь, может утратить над ней всякий контроль. Он перестает рефлексировать и сам не понимает, в каком направлении движется. Человеческий зародыш, развиваясь, воспроизводит одну за другой все эволюционные стадии. Он может сострять на одной из них. Тогда на свет появится ребенок с признаками, характерными для какой-то из предыдущих ступеней эволюции. Когда ребенок растет, он как бы воспроизводит предыстории всего человеческого рода. На какой-то из них развитие может замереть. Но в каждом взрослом сохраняется нечто от всех этих пройденных этапов. Маленький мучитель, гнестящийся в человеке, может отыскивать и радостно использовать слабость жертвы. Такой человек легко обидит коллегу, не задумываясь причинить боль другому. Желаемого добьется силой. Иногда, правда, он прибегает к извинениям и оправданиям вроде того, что в нашей жизни приходится быть жестоким. Большинство людей подавляют себе такие побуждения. Если же они все же проявляются, то человек в страхе спешит их замаскировать, выдать за что-то другое. Некоторые люди демонстрируют их отсутствие, добровольно становятся жертвами, полагая, что лучше пострадать самому, чем причинить боль ближнему. Эти изначальные влечения переплетаются со сценарными предписаниями, образуя основу для существующих игр. Тот, кто считает, что этих пробуждений не существует, играет роль жертвы. В своем сценарии они находят доказательства тому, что эти влечения им чужды. Но поскольку чаще всего это не так, дело может сводиться к отрицанию за самим собой право на свободный выбор, на собственную судьбу. Решение проблемы не в том, чтобы, как это чаще всего бывает, сказать «О, это ужасно!». Решение приходит, когда человек задает себе вопрос «Что же делать? Как с этим жить?». Лучше быть мучеником, чем человеком, который не знает о самом себе правду. Очень важно осознавать, что определенные стороны человеческой жизни сохранились неизменными, какими они были многие тысячелетия назад. Они не поддались воздействиям природной среды и социального окружения. Примером может быть способ отношения к врагу, который можно выразить в словах «найти и уничтожить». Интересно заметить, когда на войне гибнутся отечественники, их заносят в списки жертв, а убитых врагов всегда называют трупами. Конец цитирования. Часть третья. Выход и ответы на вопрос «Что делать?». Если озвученного вам все еще недостаточно для достижения душевного равновесия, или вы все еще испытываете дискомфорт от таких эмоций, как страх, ненависть, отвращение, презрение, тогда можно попробовать применить следующие рекомендации. Читай книги или туториалы хотя бы по часу в день. Каждый день или хотя бы неделю удаляйся из одного канала или блога в своей ленте. Проводи хотя бы один день в неделю без ленты, а лучше без третьего полушария вовсе. Развивай критическое мышление. Изучай политику и экономику. Разберись, наконец, в каком мире и обществе ты живешь. Ищи и создавай смыслы, которые будут объединять людей. Убери сторис, тикток, шорты, кубы. Займись арт-терапией. Словив контент, вызывающий у тебя страх, ненависть, отвращение, презрение, воспринимай его безэмоционально и как отраву или вирус. Веди дневник изменений. Это полезно для фиксации достоверных воспоминаний, ибо наш мозг любит нас обманывать. Ну и смейся почаще над всем, над любой трагедией. Комедия выше трагедии. Кстати, если кто не в курсе, дядюшка Мортимер умер. Инсульт.